Мотив Гир Россия Челлендж – одна из самых ярких серий гонок, которая на этот раз собрала на Рязанской земле сильнейших спортсменов центральной части России. У людей это любовь. Не столько спорт, но и любовь к всему этому. Грязь, подготовка машины, движение, драйв. Людей это захватывает, они годами занимаются. И из любительского спорта у них уже потом все это переходит в профессиональный. Для этих автолюбителей отсутствие дорог – не беда, а развлечение. Только для них, джиперов, чем больше грязи на пути, тем интереснее. И пусть автомобили вязнут по самые окна. Их философия – явление уникальное. Если перед джипером две дороги, одна полегче, а другая посложнее, можно быть уверенным – выберет вторую. Мы бодры, веселые. Это вообще кайф. А в чем кайф? Вам нравится грязь? Да, нам нравится вообще преодоление трудностей. Выражение с места в карьер приобретает новый смысл. Начальная точка после старта – глубокое болото. Но вполне проходимое для полноприводных монстров. О том, что грязи не боятся не только танки, но еще и эти смелые водители-бнедорожников, мы видим буквально наяву. Вот, посмотрите, несколько автомобилей буквально застряли в болоте, но говорят, что ничего страшного, скоро выберутся. Впрочем, старт удается не всем. Кто-то недооценил болотистую почву под колесами авто. Кто-то в буквальном смысле встал на уши. Тут поможет только лебедка. Убираем воды, чтобы не кипела машина наша. Радиаторы забились. Вот приходится выдумывать что-нибудь. Правда, тут воды где-то одна грязь. Нормальный человек, пока не попробует, туда не полезет. Ну, вы нормальный? Да, зеленый трос. Ага. Вы нормальный? А что, похожий? Вы спортсмен? Я не знаю. В чем спорт? Нету спорта. Нету спорта? Это мышцвиньи. Прелести тросового механизма оценили все участники трофи-рейда. Трасса этих соревнований. Кольцевая гонка протяженностью в 2 километра. Победит тот, кто завершит наибольшее количество кругов за отведенное время. Где ваша подошва, расскажите мне? Наша подошва осталась на трассе. Смотрите, можно даже вот. Вот как это должно быть и как теперь это стало. Смотрю на вас, вы такой грязный. В чем кайф таких соревнований? Адреналин. Наверное, я не знаю, как у всех. У меня это именно жажда победы. И вот у меня нос разбит. Я уже сейчас совсем ничего не чувствую. Но сейчас будет все отходить, поэтому будет чувствительно. А на трассе это вообще ничего не чувствовалось. Романтика победы над собой и трудностями. Через тернии к звездам. А тому, что автомобильный спорт делает исключительно мужское, опровержение находится даже здесь. Проверить себя, укрепить здоровье, дух моральный. Так что здесь. Ну вот ладно мужики, они в этом болоте роются, а вы как? Сейчас попрет адреналин и уже будет непонятно, мужики не мужики. Последняя точка круга – крутой овраг. Конечно, чтобы сознательно идти на такие препятствия, нужно обладать определенными качествами. Конечно, задор такой молодецкий. Но если не приложить к этому задору мозги, то можно остаться там до вечера и уже просить эвакуацию. А суровая правда такова, что проехали даже один круг далеко не все. Без поломок такие заезды не обходятся. Несколько внедорожников вытащат теперь только эвакуатор. Кто-то выбирается к берегу жертвы с сожженным сцеплением, кто-то и вовсе без колес. После каждых подобных соревнований обязательно ремонт и восстановление. Но в подобных состязаниях участники получают удовольствие не столько от победы, сколько от самого процесса – преодоления препятствий.